МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лаванов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Новый аппарат рентгена и новый аппарат маммографический, который будет проводить необходимые исследования. Ремонт поликлиники на улице Льва Толстого завершат к лету. Люберец – это мой родной город, поэтому хочу жить тут, очень нравится. Детям-сиротам вручили жилищные сертификаты. Можем согреть не только руки, но и чай, и что-то из еды. Активисты Люберец запустили новую акцию «Домашний очаг». Настрой боевой. Сегодня, думаю, покажем красивый хоккей, русский национальный вид спорта. На стадионе «Урожай» состоялась товарищеская встреча по хоккею с мячом. А теперь обо всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. В проделанной за отчетный период работы отчитались руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Подробности в следующем материале. 2306 обращений поступило в Люберецкую полицию в период с 6 по 12 февраля. На территории обслуживания ведомства зафиксировано 109 правонарушений. Зарегистрировано 24 преступления. Одно причинение тяжкого телесного вреда здоровью, 5 краж, 6 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 2 сбыта, незаконный оборота оружия 2 факта, мошенничество 4 факта. Пять раз Люберецкие спасатели выезжали на тушение пожара. В черте городского округа за неделю произошло три возгорания. Ни одно происшествие не повлекло за собой человеческих жертв. 6 февраля в 20 часов 51 минута Люберец, улица Ларешкин, дом 20, в первом подъезде в одной из квартир произошло загорание удлинителей и приметы мебели на площади 1 метр квадратный. И через несколько часов, в 0 часов 10 минут, в данной же квартире произошло загорание в кухне. Предварительная причина – это неисправность электропроводки. Аварийных отключений по линии ЖКХ не зафиксировано. Все службы работали в штатном режиме. В городском округе Люберца продолжается реализация краткосрочной программы капитального ремонта МКД. В этом году реставрация пройдет в 61-м доме. По таким видам работ, как ремонт кровель, фасадов, подвальных помещений, фундамента и внутридомовых инженерных систем. По замене лифтового оборудования на 2023 год запланирована установка 16 лифтов. В проделанной работе отчитались представители дорожного хозяйства. Глава городского округа Люберцы дал поручение привести в порядок тросовое ограждение на улице Карла Маркса. Объект дорожной инфраструктуры восстановят на этой неделе. В поликлинике на улице Льва Толстого продолжается ремонт. К нему приступили в начале года. В одном крыле здания уже выполнены черновые работы. Скоро в обновленных кабинетах установят оборудование и врачи примут пациентов. Тему продолжит Богдан Колесников. Такого ремонта здесь не делали почти 20 лет. Рабочие демонтировали полы и старую электропроводку. Сделали перепланировку помещений. Приступают к штукатурным и отделочным работам. После завершения ремонта в кабинетах установят оборудование. Новый аппарат рентгена и новый аппарат маммографический, который будет проводить необходимые исследования. Наша поликлиника была не властнощена до этого фильтрбоксом, потому что у нас был один главный вход. И теперь, получается, температурщий пациент не будет пересекаться с пациентом соматическим. В учреждении откроют аптечный пункт, расширят физиотерапевтическое отделение. Добавят количество кабинетов узких специалистов и терапевтов. Количество тех пациентов, которые приходят, увеличится в разы. И самое приятное, что это будут новые помещения, качественные. И сами сотрудники, врачи будут работать в других условиях. Этот ремонт очень давно ждала эта поликлиника. Мы будем прикладывать максимальные усилия для того, чтобы организация, которая приступила к ремонту, наверстала сроки и максимально быстро и качественно закончила весь ремонт. Сейчас строители ремонтируют правое крыло здания. Когда все работы завершат, приступят к левой. А пока врачи продолжают здесь вести приём. Несмотря на ведущиеся ремонтные работы, поликлиника не закрывалась ни на один день. В день врачи принимают до 230 пациентов. Одним оказывают плановую помощь, другим – неотложную. Ремонт в поликлинике планируют завершить к лету. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жители деревни Жилино жалуются на состояние дорожки, ведущей к 23-й школе. Угрозу для пешеходов представляют не только заснеженные тропинки, но и автомобили, которые паркуются в неположенном месте. Прилегающую к учебному заведению территорию осмотрел глава округа Владимир Волков. Ежедневно по этой узкой тропинке передвигается большое количество пешеходов. В основном это воспитанники сельской школы номер 23. Отправляя детей на учёбу, родители волнуются за их безопасность. Другой дороги, как видите, вы сами можете сейчас посмотреть, другой дороги к школе абсолютно нет. Поэтому, если была бы альтернатива, конечно, может быть, и проработали этот вопрос и подумали, как безопаснее ходить детям в школу. Под слоем снега не видно, в каком состоянии находится асфальт. По словам жителей, в удовлетворительном нужно только своевременно очищать его от осадков и наледи и решить вопрос организации дорожного движения на этом участке. Здесь вот эта дорожка используется не только нашими детьми, как пешеходные, но и как автомобильные для тех людей, которые её используют, подъезжая к своим домам. Это недопустимо. Это вызывает дополнительную опасность для здоровья и жизни наших детей. Жители деревни также просят привести в порядок вот этот аварийный мостик, который пересекают пешеходы. Сделать новое сооружение власти округа пообещали летом, а до его наступления старый мост укрепят и установят на нём поручни. В администрации вручились сертификаты на жильё детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Документы из рук главы округа получили трое молодых людей. Всего в течение года вручат 32 сертификата. Сегодня мы одни из первых в Московской области выдаём три жилищных сертификата для молодых людей, для того, чтобы они смогли в течение четырёх месяцев подобрать такое жильё и, соответственно, получить свои жилищные условия. С начала года дети-сироты из Подмосковья получают жильё по новой схеме. С помощью жилищных сертификатов они могут самостоятельно выбрать себе квартиру в любом муниципалитете Московской области. В Малаховке, где жил и родился, там есть свой парк, много водбольных площадок, развлечений, свежий воздух. Люберцы – это мой родной город, поэтому хочу жить тут, очень нравится. Спасибо большое властям за то, что они нас поддерживают. Это очень важно для нас. В округе квартиры предоставляют с ремонтом. Кухни оборудованы необходимой мебелью. Программа по обеспечению детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в регионе реализуется с 2008 года. За 15 лет в Люберцах ключи от квартир вручили 137 детям. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 34 года назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Десятилетней войне пришел конец. Самый затяжной конфликт 20 века завершился. Но память о ребятах, которые проявили мужество и выполнили свой интернациональный долг, жива до сих пор. Военный вертолет Ми-24 – памятник солдатам и офицерам, погибшим в локальных конфликтах. В этом году он стал местом проведения митинга, посвященного годовщине завершения афганской войны. На улице воинов-интернационалистов собрались люди, для которых 15 февраля – особенный день. Наконец-то закончилась война в Афганистане. 9 лет бились наши. Столько народу погибло. В том числе и мой племянник ушел из жизни. 4 года был в Афганистане. Сейчас у меня 3 человека на Донбассе. У меня сын там, внук и зять в Донбассе воюют за нашу свободу. Участники мероприятия говорили о непогодам мужественных и доблестных воинах-афганцах. Многие ребята отправились выполнять свой интернациональный долг буквально со школьной скамьи. 28 люперчан сделали это ценой собственной жизни. Все 10 лет наши воины, воины-интернационалисты достойно несли свою службу. Сейчас это уже история. Более 30 лет назад был выведен последний солдат. И, конечно же, мы должны помнить. Помнить о таких событиях. Мы помним тех ребят, многие совсем молодые люперчане, которые кончили школу, учились, были студентами, уходили выполнять священный долг. И я многих знаю поименно. И ко многим мы уже приходим возложить цветы на их памятники, постаменты. На митинге вспоминали не только об участниках афганской войны, но и других локальных конфликтов, где россияне защищали рубежи своего отечества. И сегодня на смену им пришли новые герои. Что хочется пожелать ребятам. Стойкости, мужества. И прийти живыми домой. Завершилась встреча традиционным возложением цветов. За несколько секунд постамент памятника засыпали красными розами и гвоздиками. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах работает предприятие по производству застежек молний. Компания начала свою деятельность в городском округе в 2019 году. И на сегодняшний день является партнером многих крупных организаций и ведомств. Пластиковые, металлические, влагозащитные, даже огнестойкие. На этой площадке производят несколько видов молний. Перед тем, как попасть на швейные и текстильные фабрики, каждая застежка проходит поэтапный контроль качества. Швейную фурнитуру поставляют по всей России, а также в страны ближнего зарубежья. Среди клиентов предприятия – ведущие производственные компании легкой промышленности. Сейчас основной заказчик – Министерство обороны России. С начала специальной военной операции объемы производства выросли в два раза. За 2022 год количество производственной продукции в штуках составило порядка 8 миллионов. В месяц, опять же, брать, если начало того года, то было порядка 500-550 тысяч в месяц. Сейчас вышли на объем 800-850, стремимся к миллиону. Объемы производства увеличиваются, а вместе с ними расширяется линейка выпускаемой продукции. Это требует дополнительного технического оснащения. В прошлом году компания получила субсидию из регионального бюджета. Более одного миллиона рублей направили на модернизацию оборудования. Таких предприятий в России, не ошибусь, можно перечислить на пальцах одной руки. И то, наверное, не наберется. Мы заинтересованы в развитии промышленного сектора в городе Люберцы. Так как растут предприятия, растет промышленность, за ними, как за локомотивом, и движется экономика. На предприятии 65 сотрудников. Большая часть коллектива – жители городского округа Люберцы. Из-за большого количества заказов компания перешла на двухсменный график работы. В дальнейшем, возможно, ведут круглосуточный режим. Луиса Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Общественники городского округа вышли с новой инициативой для поддержки участников СВО. Представители местного отделения Союза женщин России изготавливают окопные свечи. Изделия, необходимые при выполнении боевых задач, умелые мастерицы создают из подручных средств. Наш корреспондент увидел весь процесс. Вначале мы вырядаем такой вот петелек. Немножечко я его складываю, чтобы удобнее было. Берем готовые полосочки картона. Вот такие. И начинаем очень-очень плотно, очень аккуратно закручивать. Закручивать картон надо до тех пор, пока не заполнится вся консервная банка. Затем содержимое железной емкости тщательно заливают парафином. Получается незаменимая вещь в условиях военных действий. Можем согреть не только руки, но и чай, и что-то из еды. Инициатор создания таких окопных свечей – жительница Томилина Марина Исаева. Идею подсмотрела в интернете. Подобную практику применяют в нескольких российских регионах. Теперь и здесь, в Люберцах, дан старт новому движению. Его назвали «Домашний очаг». Чужих детей не бывает. И те ребята, которые сейчас у нас на спецоперации, это тоже наши дети. И на сегодня не только они нам нужны, мы им тоже нужны. Поэтому мы должны друг другу помогать. И если мы это будем делать все вместе, это будет очень как-то на душе даже приятно. И победим. Обязательно тогда мы победим. Такая свеча может гореть от двух до восьми часов в зависимости от размера банки. В работу по созданию таких изделий и сбору необходимых материалов активно подключились волонтеры и активисты. Акцию поддержали депутаты городского округа Люберцы. Мы сейчас этот импульс дадим по всей территории городского округа. Это увлекает. Это так или иначе ты соприкасаешься с этими событиями, которые от нас проходят по сути в пределах тысячи километров. От нас далеко. А в то же время происходит это у каждого в душе, в мыслях. Поэтому я думаю, что в этом плане мы каким-то образом как-то поможем нашим ребятам. В ближайшее время в зону СВО отправят большую партию таких самодельных свечей. Вместе с ними в коробки планируют положить сладости и письма, чтобы согреть не только руки, но и сердца защитников Отечества. Луиза Егия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Московский областной центр охраны материнства и детства открыл свои двери перед будущими врачами. Ученики медицинского класса 16-й гимназии посетили детский стационар и ознакомились с работой нескольких отделений. Экскурсию запровождала Луиза Егия Зарян. Знакомство юных гостей с детской больницей началось с неврологического отделения, самого большого по своей мощности в Московской области. Оно рассчитано на 45 коек и оказывает помощь маленьким пациентам с неврологическими и психиатрическими отклонениями. Что такое неврология, вы понимаете, да? Когда у детей возникают судороги, нужно разбираться, почему они возникли. Когда у человека не работает какая-то рука или нога не двигается. Следующая остановка – отделение педиатрии. Ученица 10-го М Карина Бурдужа мечтает оказаться здесь уже не в качестве гостя, а в качестве врача. Любит детей и хочет помогать им быть здоровыми. Это достаточно тяжелая профессия, которая не каждому, наверное, дается. Путь достаточно будет тяжелым, но я уже примерно представляю, на что мне придется пойти, чтобы прийти к своей поставленной цели мною. Единственный в Подмосковье детский ожоговый центр больше всего впечатлил школьников. Врачи не просто рассказали о работе отделения, но и дали возможность пообщаться с пациентами и подробно разобрали каждый случай. Тот кипяток, который на спину взрослого попадет, попадает на переднюю поверхность предплечья, например, у ребенка вызывает третьей степени ожог. Глубокий. Из сегодняшней экскурсии я узнал то, что это самая большая больница в Московской области, которая работает во все направленности. То есть тут большое количество отделений, и если у тебя какие-то проблемы, то ты можешь обратиться сюда, тебе точно помогут. А что больше всего удивило, это врачи, то есть очень такой хороший персонал, который специалисты своего дела. В медицинских классах 16-й гимназии занимается более 50 детей. Они не только углубленно изучают химию, биологию, но и периодически посещают медицинские учреждения. Такая практика помогает будущим выпускникам еще раз убедиться в своем выборе до поступления в ВУЗ. Мы ходили несколько лет назад тоже в родильный дом. У нас была такая практика, и выпускники тех лет, которые посетили поликлиники, посетили больницы, они все поступили в медицинские вузы, и уже некоторые закончили и стали врачами. Бывают и такие, которые потом меняют свое направление. Среди них даже есть те, которые пошли в педагогику. Но среди этих 12 детей таких точно нет. Визит в больницу укрепил желание носить белый халат и гордое звание врача. Добро пожаловать. Учитесь на пятерке. Приходите. В гимназии номер 16 открыто школьное телевидение. Интерес ТВ посещают около 20 детей из средних и старших классов. Они не только снимают сюжеты и пишут статьи в стенах своего учебного заведения, но и выезжают на съемки, как настоящие телевизионщики. Юные журналисты взяли интервью у Владимира Ружицкого. Работу будущих коллег оценила съемочная группа нашего телеканала. Владимир Петрович, мы знаем вас как руководителя большого завода, главу города и округа. Интересно, сложно быть руководителем? Сложно быть руководителем такого большого города? Вопрос такой философский, потому что я думаю, что человек, который чем-то занимается, он особо о этом не думает. Просто он так или иначе учится, его жизнь учит, он сам учится у коллег, кто-то читает. Какое-то образование человек получает в школе, в вузе. И в конечном итоге он к чему-то приходит. Отвечать на вопросы журналистов Владимиру Ружицкому не впервой. Но, как правило, с представителями СМИ он обсуждает проблемы округа и вопросы, связанные с развитием Люберец. Это интервью биографическое. Речь идет о детских воспоминаниях, людях, сыгравших важную роль в судьбе, о привычках и предпочтениях в литературе. Есть ли такие книги, которые помогают или помогли вам в вашей работе? Все, что связано с отношением к жизни, к переживанию, субпереживанию, психология человека, это все Достоевский. Поэтому я так время от времени где-то загляну, хотя как бы времени нет, но это все отговорки, время все можно найти, поэтому там целый ряд есть. У юных журналистов пока первые пробы пера. Но, несмотря на это, держатся уверенно. Помогла практика на школьном телевидении. Это, знаете, такая достаточно интересная профессия, интересный процесс. Пришел я, наверное, в Интерес ТВ в шестом классе, тогда у нас шел набор. Я вообще еще давно этим увлекался, я и монтировать умею, и фотошопить, и все такое. Но мне это показалось интересным, но я решил вступить, попробовал в себя, у меня получилось. Мы готовим большой выпуск по проблеме наставничества, лидерства. И поэтому мы вышли с инициативой, чтобы с нами поговорил кто-нибудь из известных лиц. И вот Владимир Петрович Ружицкий с удовольствием согласился встречаться с нашими ребятами. Они долго готовились. Из большого интервью школьники смонтируют сюжет и напишут материал в газету. Воспитанники Интерес ТВ проведут серию таких бесед с разными личностями. Первая встреча прошла более чем успешно. Луиза Игия Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Движение, объединяющее молодых, инициативных и целеустремленных. В городском округе торжественно открыли первичное отделение российского движения детей и молодежи. Проект, который поддержал президент страны Владимир Путин, будет реализован в каждом муниципальном образовании. Подробнее о нем расскажут мои коллеги. 51-я школа теперь не просто общеобразовательное учреждение, а Центр развития молодежи, где представлены самые разные направления – от спорта и науки до экологии и добровольчества. Здесь можно ознакомиться с азами актерского мастерства и телепроизводства или научиться делать роботов и проводить лабораторные исследования. Мы преподаем робототехнику для начальных классов. То есть в целом ребята третьих-четвертых классов уже работают на таких наборах. Набор называется «Лего ЕВ-3». Это специальные образовательные наборы, которые созданы для обучающего процесса. Основная здесь – это конструирование и программирование. Четыре мотора превращаются в довольно большую функциональную вещь. Российское движение детей и молодежи – это новая площадка, где можно реализовать свои таланты и способности. Стать частью большой организации может любой ребенок старше шести лет. Организуется все на базе школы. Есть человек ответственный за деятельность такой организации. Либо это советник по воспитанию, либо заместитель директора по воспитательной работе. В каждом учреждении свой подход. И если ребята хотят вступить, соответственно, они подходят, обсуждают этот вопрос, аргументируют, почему они хотят стать членами этой организации. Ну и, соответственно, пишут заявление и являются членами этой организации. В состав новой организации войдут все дети, которые были членами российского движения школьников. На сегодняшний день в городском округе их более шести тысяч. Но движение первых охватит еще больше активных и талантливых ребят. Очень правильное название – движение первых. Вы первые, вы лучшие. И мы смотрим на вас, так как вы – это продолжение всей нашей страны. Вы – потомки тех великих людей, великих подвигов, великих страниц истории, которые вписаны в золотую книгу истории нашей страны. Все закладывается в молодые годы, в школьные годы. Я часто бываю в школах и говорю следующее, что самое сложное у человека – это научиться учиться. Это самая тяжелая работа. Все остальное, оно складывается по ходу. Вступление первых люберецких школьников в новое движение прошло в праздничной обстановке. с выносом флага, исполнением гимна и выступлениями артистов. Самым торжественным моментом стало произнесение клятвы. Генурус! 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 Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Красковская школа номер 55 отметила юбилей. Со дня основания общеобразовательного учреждения прошло 65 лет. Коллектив и учащиеся принимали поздравления от коллег, представителей администрации и депутатского корпуса. На праздники побывали и мы. 6 тысяч выпускников и около 400 медалистов. Таковы результаты 65-летней работы Красковской школы номер 55. Большой юбилей – повод собрать в одном зале всех, кто участвовал в ее жизни. Ольга Корякова проработала учителем иностранных языков 47 лет. 55-я школа была единственным местом ее работы. Работала учителем, классным руководителем. Три выпуска у меня, моих детей. Работала организатором по внеклассной работе. Работала, вела профсоюзную работу. Я ушла в 2005 году, когда мне исполнилось 70 лет. А сейчас мне 88. Слова благодарности звучали в адрес ветеранов и нынешних сотрудников. Из 43 педагогов – 25 выпускники этой школы. Я хочу пожелать вам всего самого хорошего. Самое главное – это сохранить школьную семью, процветание школе, самых преданных учеников. И, соответственно, конечно же, держать планку вашей школы, так как есть у вас название – на две пятерки. Дорогие друзья, я вас всех поздравляю. У вас замечательная школа, замечательные люди, замечательные учащиеся. И я могу вам сказать, что сегодня у вас только все начинается. Потому что самое светлое еще впереди. Учителя и сотрудники школы получили ряд благодарственных письм и почетных грамот от главы городского округа Люберца и Совета депутатов. Трем педагогам вручили почетный знак за доблестный труд. Праздник сопровождался выступлениями юных артистов, которые порадовали гостей музыкальными и танцевальными номерами. Он сказал, мои боли, он за одну руку... В Люберцах отметили День православной молодежи. Для городского округа этот праздник уже стал традиционным. В 15-й раз администрация муниципалитета совместно с благочением организовали для детей спортивно-развлекательную программу. Подробности далее. На этот раз местом встречи стал Центральный парк. На небольшой площадке оборудованы тематические спортивные станции. Девять команд преодолевают различные препятствия. Перетягивают канат, прыгают в мешках, крутят обручь и участвуют в эстафетах. Очень хорошая атмосфера. В такую плохую погоду, конечно, не помешало бы повеселиться хорошенько на активных играх, помогать согреться и понимать настроение. Спортивно-развлекательные соревнования прошли среди детей от 12 до 15 лет. Это воспитанники воскресных школ не только городского округа Люберцы, но и соседних муниципалитетов. Мы ориентируемся не на то, чтобы командная борьба шла, а то, что действительно здесь заражалась на этой площадке дружба, радость, веселье. Тот самый эмоциональный заряд, который ребята потом с собой внесут в школу и который будет их греть, наверное, в рамках учебного их процесса. Единственная цель – объединить молодежь, отвлечь их от планшетов, телефонов, дать им возможность поиграть на свежем воздухе, познакомиться с другом, создать прекрасную атмосферу, море улыбок. Праздник собрал около 150 детей и подростков. Вместе с ними в конкурсах участвовали и родители. Всех ждали подарки, вкусные угощения, горячий чай и анимационная программа. В округе работает 17 открытых катков. Ледовые сооружения используют не только для массовых катаний, но и для проведения спортивных праздников и соревнований. В парке Наташинские пруды прошел фестиваль по фигурному катанию на призы Совета депутатов. За показательными выступлениями наблюдала съемочная группа нашего телеканала. Это не просто катание на льду, а целое театрализованное представление. Каждое выступление имеет определенный сюжет. За несколько минут фигуристы показывают высокую спортивную подготовку и в то же время своими движениями повествуют некую историю. На катке Наташинского парка встретились лучшие представители спортивного балета на льду. Кроме воспитанников Люберецкой комплексной спортивной школы Олимпийского резерва выступили юные фигуристы из Красногорска. В общей сложности свои навыки продемонстрировали около 70 детей и подростков. Мы представляем команду юниоров и команду новисов. Очень рады, что и сегодня снежок, и солнце. День чудесный. Лед здесь очень хороший, очень качественный. Я всем советую. Бывает, что этот лед намного лучше, чем в закрытых помещениях, что очень радует. Дети на самом деле большие молодцы в такую погоду. Зажигают тут с улыбками, очень весело, задорно. Маленькие девочки со всем выступали. Вот просто очень здорово. Сейчас вот ждем кадриль. Каждые выходные на катке в Наташинском парке проходят разнообразные мероприятия. Это спортивные разные соревнования по фигурному катанию. Это фестивали фигурного катания на коньках. Также проходят массово тренировки, показательные выступления, где собирается огромное количество людей. Каток в Наташинском парке – место притяжения спортсменов и жителей. За два с половиной месяца его посетили около 27 тысяч человек. С помощью искусственного льда любимый зимний досуг будет доступен как минимум до середины марта. Луиса Эгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Русскому хоккею с мячом исполняется 125 лет. 8 марта 1898 года в Санкт-Петербурге состоялся первый матч этой командной игры. В городском округе Люберцы спортивный праздник отметили на стадионе «Урожай». На открытом катке встретились ветеранские команды. Место проведения гала-матча, посвященного 125-летию русского хоккея, выбрано не случайно. И каждые пять лет юбилейные даты со дня оставания этой игры отмечают именно на стадионе «Урожай». У поселка Томилина своя отдельная история хоккея с мячом. Она началась 65 лет назад. У нас зародился в 58-м году на стадионе «Зенит». Сейчас там ледовая арена. Это была команда «Звезда» от машиностроительного завода, которая играла на первенство России и на первенство Московской области. После, в 74-м году, по финансовым соображениям, команда распалась на стадионе «Зенит» и все перешло на стадионе «Урожай». И вот уже по сегодняшний день команда участвует в первенстве Московской области и добивается больших результатов. «Я родился, вырос в городе Люверс и здесь играл всегда в хоккей с мячом зимой, а летом мы играли в футбол. Так что я вырос вместе со мной. Я, правда, постарше. А наши люберецкие легенды – хоккей с мячом. Володя Планов, Тиняков, Саша, Кораблин, Козлов. Вот с ними мы вместе здесь играли». Матч прошел между двумя ветеранскими командами. В сборной России, куда вошли титулованные спортсмены и многократные чемпионы мира и тамилинским урожаем. Встреча прошла в рамках празднования 400-летия городского округа «Люберцы». «Настрой боевой. Сегодня, думаю, покажем красивый хоккей, русский национальный вид спорта. Это русская душа, это большое поле, это широкие размашистые атаки, это огромные скорости на коньках. Когда играют две классные команды на высоких скоростях, это очень круто, это здорово. Я думаю, болельщикам русский хоккей он больше по душе, чем хоккей-шайвый». Матч проходил в укороченном режиме. Два тайма по 30 минут. В товарищеском противостоянии победу одержала сборная России. Легенды мирового хоккея забили ворота противника 14 мячей. Завершились всероссийские соревнования по боксу класса А среди мужчин, посвященные памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и их наставника, заслуженного тренера России Александра Щедеркина. Старт турниру дали в физкультурно-оздоровительном комплексе Люберецкий. О этих соревнованиях знает вся Россия. Многие спортсмены прошли эти соревнования. Мастера спорта получали на площадке городского округа в тот период Люберецкого района такие спортсмены, как Александр Поветкин и, конечно же, многие другие. Есть возможность сегодня ребятам-спортсменам себя показать, себя где-то тренировать, дабы добиться большего успеха в спорте. Я искренне желаю, ребята, вам, каждому из вас победы. Дерзайте, побеждайте. Соревнования давно стали визитной карточкой Люберец. Их проводят 33-й раз. На ринге встретятся более 100 сильнейших спортсменов из 19 регионов России. Матвей Доценко приехал из Коломны. С детства занимался кикбоксингом. Четыре года назад перешел в бокс. На счету спортсмена десятки поединков. Большинство из них, как и сейчас, заканчивались победой. Самое трудное – бить пора рукой, потому что он левша все-таки. Лично для меня это много сложнее было работать так. Недавно выпал кандидат в мою сеть «Распорт» и выпал шанс приехать на турнир класса. Только начало пути, я только начал. Поддерживают боксеров и тренеры, и болельщики. Ни один турнир не пропускают друзья и родные Александра Щедеркина, Юрия Капитонова и Владимира Кузина. Они тренировали ребят, тренировались сами с друзьями. Вот с Юрой Капитоновым они вместе тренировались и дружили очень долго. 33 года турниру, 33 года нет, как Юры. И этот турнир мы ждем каждый год. Это наша жизнь, и мы без этого не можем. И как и для Володи, это был спорт на первом месте. Боксеры выкладываются на ринге, не жалея сил. Каждый спортсмен в этом турнире поборется за победу. Она принесет чемпионам не только золото, но и звание мастера спорта России. Финальные бои пройдут 18 февраля. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин